Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью, я украинка, которая в данный момент времени находится пока еще в Италии и, собственно, проживает войну. Не ждет, когда она закончится, хотя хотелось бы, а проживает. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами про вот эти наши мысли в голове, которые у нас живут, про программы, которые мы создаем, потому что, по сути, мы сами для себя определяем путь, по которому мы живем, по которому мы проходим, мы определяем для себя, мы активны в этом, или мы наблюдатели и ожидатели, мы люди, которые сами придумывают, создают, ведут, или люди, которые ведутся, или люди, которые сидят в зрительном зале и комментируют. Комментируют не туда, не так, не очень А ну-ка расскажите, а ну-ка объясните И как вы понимаете, большая часть людей относится как раз к этим самым наблюдателям, да, критикующим Не зря говорят, что, ну простите, во всех народах это есть Но украинский народ очень любит срач, да, у нас все время междоусобицы происходят И даже сейчас такой непростой момент, очень многие критикуют, ни то, ни так Ну мы все знаем, наверное, адекватные люди, как легко критиковать с дивана, да Мои дочери занимаются профессиональным спортом, и я тоже могу критиковать, почему не словила булаву Или почему не поймала мяч, или почему там накосячила Но тем не менее, я прекрасно знаю, что, поскольку я активная мама тоже Я прекрасно знаю, что наблюдать и комментировать сильно проще, чем действовать Поэтому прежде всего я всегда уважаю людей, которые действуют И даже сейчас, в это военное время мы видим людей, которые множество всего насозидали, насобирали И взяли на себя активную позицию по разным фронтам, не только военным, но и информационным и так далее И есть те, кто продолжают, значит, что-то там комментировать И я хочу вам сказать, обратить на это ваше внимание Чтобы вы задали себе вопросом, как вообще живу я, какие программы в моей голове Жду ли я, что кто-то что-то мне должен вообще, да? Например, я приехала в другую страну, они должны мне помочь, потому что у меня война Мы не должны что-то сделать, потому что, значит, мне тут это сделали Есть ли у вас вообще понятие, что вам кто-то что-то должен? Или вам никто ничего не должен, но при этом вы сидите и думаете, как же жить сложно, ничего не получается Я бы так хотел, но опять попытка не удалась Я хочу сказать вам очень простую штуку, что порой вашу психотерапию Хотя я не являюсь психологом, но очень люблю рефлексировать и рассуждать Можно провести очень легко Взять листочек, ручку и просто прописать свои мысли, которые у вас есть Например, почему у меня не получается, почему у меня нет денег, почему у меня не те отношения Почему я сейчас... Вот вопросы внутренние, которые у вас есть, прям вы пишите себе, а затем начните писать ответы И вот самое интересное будет тогда, когда вы попробуете отстраниться и почитать эти ответы, как человек со стороны Например, у меня нет денег, потому что мне не платят А кто тебе не платит? Мне не платит начальник А почему он не платит? Потому что он меня уволил А почему он меня уволил? Ну, потому что сокращение было А как ты думаешь, он всех уволил? Нет А почему он тех уволил, а этих оставил? Вот если бы ты, например, была очень классным, ценным сотрудником, которая приносила компании деньги Каким бы то ни было видом Поверьте, официант тоже приносит компании деньги Если он классно обслуживает, делает хорошие чеки, ему оставляют хорошие чаевые Это классный официант Он приносит компании деньги Потому что благодаря ему клиенты возвращаются, ему нравится Вот такая простая вам штука Например, мог бы тебя уволить, вот ты бы уволила классного сотрудника, который приносил бы тебе деньги Нет Значит, я таким сотрудником не являюсь Почему я таким сотрудником не являюсь? Да потому что я к этой работе вообще не серьезно отношусь Ага, а что не серьезно? А она мне не нравится Я хочу быть другим кем-то О, интересно А кем ты хочешь быть другим? Я бы хотела быть бизнес свой открыть А что не откроешь? А у меня денег нет А ты думаешь, если бы у тебя были деньги Ты бы открыла бизнес Ты бы стала успешным предпринимателем? Ты знаешь, у тебя есть для этого что-то? Ну нет, мне бы пришлось поучиться А не хочешь сначала поучиться? И вот когда у вас начинается Вы себя рассаживаете на две кучки И начинаете, значит, втроем разговаривать Вы тут такой опытный человек, наблюдающий Говори, Оля Оля, отвечай Оля, говори, Оля, отвечай Вы начинаете видеть очень, очень интересные вещи И очень часто, когда я работаю со своими клиентами На таких разборах В какой-то момент человек говорит Ну я и дура Как я этого не видела И тут тоже неправильно Ну не дура А ну просто не видела Потому что если мы ставим во главе программу Я дура То в принципе любое действие, которое ты совершаешь Оправдывается тем, что я дура Я хочу, чтобы вы понимали Что ваш мозг Почему-то в руках у меня ножницы Вот тут вот такая штука есть Вы когда в нее накатали программу Например, я неудачница То вы любое свое действие прогоняете через надпись Я неудачница И действуете, как кто? Правильно Как неудачница А когда я ставлю себе программу, что я умница Я себя спрашиваю Я себя спрашиваю А умница так действует? Я вам расскажу такую историю Я вообще страшно романтичная особа с юных лет Афоризмы про любовь Фильмы про любовь Книги про любовь Это все ко мне Я все про это знаю Умею Фильмы засмотрены до дыр И прочее, прочее Я писала Книги про любовь Стихи про любовь В общем, вы видите Глаза сгораются от слова любовь И вот, значит Порой я Значит, у меня поселилась какая-то в моей голове Один из моих персонажей Если вы не знаете, то в вашей голове тоже есть Огромное количество замечательных персонажей Так вот, одна из них, ну, конечно же, страшно романтичная особа И она стремится любить Причем часто находит, простите, какие-то дефективные образцы Не всегда Но любит любить Залюбливать Людей, мужчин, собак Вот такая есть Знаете, она просыпается Это особо не всегда Не всегда на тех, кто достоин Нет, тут такое, знаете Какая-то проснулась И любить И вот порой она, значит Со мной разговаривает Например, я иду И она мне говорит Я так люблю тебя Я думаю, так Это точно не мне Кому? И вижу, как она, например Там образ какой-то себе представляет Вот сейчас ей бы хотелось любить Вот такого И я ей задаю всегда один вопрос Послушай, а зачем тебе любить его? Или искать кого-то, кого тебе любить Если ты можешь просто любить себя Потому что, по крайней мере, ты такой человек Такой трудяшка, работяшка на всех уровнях Что хотя бы понятно За что себя любить? Хотя бы понятно А вот это всё Вечное желание кого-то, значит, там Обогреть И часто получить Потом за это что-то неприятное, да? Или ничего Вот Зачем? Зачем? Так вот, вот эти внутренние разговоры с собой Дадут вам очень много И вы, самое главное, начнёте обнаруживать в себе Откуда у вас только лажда? Почему? Откуда они? Потому что, когда в вашей голове живут А это называется убеждения То, в чём вы уже не сомневаетесь, да? То, что уже идёт на автомате В вашем глубоком подсознательном Вот Когда вы убеждены Не получится Не смогу Не для меня Я уже старая Мне уже нельзя Я же мать Вы знаете, история про я же мать Например, в моём случае Мне кажется Выехала из всех рамок Потому что, чем старше я становлюсь Тем больше я за собой слежу Наверное, моя фигура С каждым годом становится всё Круче и круче Мои дети в восторге От того, когда я с ними иду Мало того, дети другие тоже в восторге И они всегда говорят вот такую вещь Которую я очень боюсь слушать Особенно, когда они говорят при родителях Я хочу себе такую маму Вот И я понимаю, что моя внутренняя программа Что, например, возраст Это всего лишь возможность Выглядеть лучше И быть чуточку умнее Очень классная В отличие от убеждения Что в таком возрасте Такое не носят Я вам скажу честно Что то, что я ношу сейчас Я никогда не носила В 20 лет Потому что выглядело значительно хуже Вот Собственно и всё Всё находится в нашей голове И для тех, кто меня знает Кто проходил мой марафон Рерайтер жизни Или закон денег Или какой-то другой Вы уже знаете Собственно И понимаете, о чём я говорю И вас, возможно Точно Сейчас это включит Те, кто со мной ещё не знаком И те, кого это цепляет Не поленитесь Посмотреть мои другие видео Не поленитесь Немножечко подсесть на меня Это лучше, чем мороженое Поверьте Пользы будет больше Важно начать Вытаскивать свой мозг Как чайный пакетик Из чашки Где засунуто ещё 300 других пакетиков Здорово У меня закрылось окно Может быть даже свет стал получше Ну и не важно А важно начать Выстраивать себя Такой Или таким Как ты хочешь И Не важно Когда именно это произошло Поблагодарите Что это произошло И стартуйте Я желаю всем хорошего дня Я бажаю усім українцям Багато Впевненности И энергии Дочекатися Нашої перемоги Але Прожити це Сповна Буду рада Видеть всех В своём инстаграме Ссылочка с описанием Вообще Инстаграма Моих проектов Моих сайтов Моих марафонов Всегда есть под видео Поэтому не ленитесь Заходите И конечно Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Ничего новенького Всем Классного дня Субтитры подогнал «Симон»